И Ленин такой молодой, а Юлин зато при деньгах и квартире. Вот таким вот двустишием я бы описал ситуацию, которую мы с вами в последнее время наблюдаем в нашей замечательной стране. Кругом вроде караул, днище пробито. С каждым днём окружающая нас картина становится всё более и более унылой, но русские не сдаются. И продолжают искать во всём этом адовом трэше хоть какие-нибудь положительные моменты. Ну да, зато ведь Крым наш. Не поспоришь и начинаем. Кстати, про Крым. Обратились тут ко мне предприниматели из Севастополя. Как думаете, зачем? Да нет, не похвастаться тем, что они теперь тоже наши. Просто и до Крыма наконец долетело это потрясающее мерило российских демократических принципов, которые делают нашу страну величайшей в мире под кодовым названием. Вы тут никто, просто терпилы. Но обо всём по порядку. В конце марта, начале апреля на новоиспечённом российском полуострове началась какая-то мутная движуха, в средстве которой уже через месяц все хоть сколько-нибудь более-менее успешные и интересные предприятия малого и среднего бизнеса у тамошних коммерсантов отжали. Ну, крымчане, это ж не мы. У них нет 20-летнего опыта жизни в государстве, которому на них наплевать. Они наивные, правда, 4 года верили в наше правосудие, в Поклонскую, в Путин, помоги. Ага, ну вот и мы помогли. Всего за месяц, повторюсь, перед самым началом сезона на Черноморском побережье Крымском закрылись сразу сотни малых предприятий, тысячи людей остались без работы и без бизнеса. Десятки предпринимателей собрались у памятника Екатерине Великой. Большинство из них – предприниматели рынка «Чайка», который планируют закрыть. Люди говорят, без средств к существованию могут остаться две тысячи работников и их семьи. Мы считаем, что это просто большая, огромнейшая ошибка – людей выбросить на улицу. Это просто выброс людей. Но, бьюсь об заклад, на месте этих коммерсантов уже точно скоро мы увидим других людей. Фамилии знакомые, возможно, услышим, типа «Чайка». Ну а чё удивляться? Мост-то почти достроили. Народный, на народные деньги. Теперь можно и лавандос в регионе начинать делать. Это реальная журналистика. Ребята, бойтесь донайцев, дары приносящих. Я уже миллион раз об этом говорил. Зря не слушайте. Поехали. Ну а теперь предлагаю на конкретном примере разложить, как вся эта схема выглядела по отжатию бизнеса у людей. В смысле и так. Крупнейший торгово-офисный центр в Севастополе «Плаза». Работает с 2005 года. Всю дорогу никаких нареканий образцово-показательным был тот центр, а в 20-х числах апреля нагрянули туда судебные приставы и сказали, предписано избушку на клюшку, нарушений у вас тут три десятка, потому что, в том числе в плане противопожарной безопасности, не дай бог, как в Кемерово, собственников и коммерсантов под зад. Даня закрыт. Правда 10, кабинет 311. А основание какое? Основание можете показать какое-то? Какое судебное? Можно ознакомиться с ним? То есть вот так вот. Все, торговый центр закрыт, опечатано, валите, пока ноги ходят. Вопросы, жалобы, предложения. Вот вам адрес, двигайте туда. И это, обратите внимание, не просто рядовым посетителям было сказано. В кадре собственники, арендаторы, люди, которые там работали. А у меня магазин, говорит человек. У меня там товар на иную сумму, документы с бухгалтерской отчетностью, наконец. Проблемы негров шерифа не касаются. Тебе ждали адрес, иди и жалуйся. В суд подавай, если хочешь. Ну, у меня скоропорт в магазине, хлеб, молоко. Я узнаю у него, говорю, как быть, все же испортится. На что мне отвечают, приносите документы, подтверждающие, что у вас здесь есть аренда, что вы на самом деле торгуете продуктами питания. Мы рассмотрим 10-дневный срок. Вот на этом месте хотел бы заострить ваше внимание. Подавай жалобу, мы ее рассмотрим в 10-дневный срок. Почему в 10-дневный? По закону так положено. Потому что, ага, зато решение суда в отношении закрытия того торгового центра было вынесено буквально за пару часов с момента подачи заявления до точки, когда суд постановил, еще смешнее. У Плазы, внимание, 82 собственника. Ни одного из них на судебное заседание не пригласили, не нашли. Потому что, хотя могу поспорить, даже если бы у той Плазы было 82 тысячи собственников, ситуация была бы аналогичной, ну и самая ржачная. А вы послушайте, какие они там нарушения-то нашли. Вот они у меня. Например, 22 пункт. На путях эвакуации устроены ступени с различной шириной поступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. 23 пункт. Лестничные площадки в лестничных клетках устроены шириной менее ширины марша. Тю, как неинтересно. А то, что на той лестнице дед Мазай чихнул в 2007-м, почему не учли. Хотя, если серьезно, по-моему, все вполне очевидно. Да и выгодоприобретатель понятен в данном случае. Ну, если одни госструктуры против коммерсантов крымских воюют, к слову. В те дни на полуострове еще полтора десятка таких центров закрыли. Но вернемся к нашей плазе. Последний штрих. А знаете, кто ее строил? Ну, там же 33 нарушения нашли, которые были допущены еще при возведении. Так вот, есть в Крыму такая строительная компания «Консоль». Крупнейший тамошний застройщик. Вот география творчества данной фирмы. Ну да. Евпатория, Симферополь, Бахчисарай, Севастополь, Балаклава, Алушта, Судак, Феодосия, Керчь. Короче, проще назвать те места, где они ничего не строят. А вот и торгово-офисный центр «Плаза», гордость предприятия. Ну-ка, ну-ка, чего там пишут? Комплекс оснащен всеми видами инженерного оборудования и коммуникациями, системой центрального кондиционирования, а еще мудреные, не знаю, чем-то там. Кстати, а у штурвала той строительной компании «Консоль» аж с 91-го года стоял, да и стоит до сих пор, внимание, нынешний глава Крымского парламента, то есть, по сути, второй человек в Крыму, Владимир Андреевич Константинов. Об этом, правда, в средствах массовой информации никто не говорит и не пишет. Ну, мало ли что. Мало ли в том Крыму Константиновых, которые парламенты возглавляют. Тут, вон, приставы из 82 собственников торгового центра ни одного не смогли найти перед судебными слушаниями. Еще председателя госсовета какого-то ловить и пойди его, найди на том полуострове. Несколько минут Владимир Новиков рассказывал собравшимся о том, как помогают предпринимателям, представляют их интересы в судах, по факту рекламируя свою деятельность как юриста. А потом вдруг обвинил во всех бедах предпринимателей законодательное собрание Севастополя. А сейчас объясню, зачем я вам показал именно этот фрагмент репортажа моих севастопольских коллег. Дальше будет нарезка все из того же репортажа. А просто из него, по-моему, сразу понятно, на чьей же стороне находятся и вот эти вот журналисты, и чиновники. Нет? Ну, тогда посмотрите еще и послушайте. На митинг вышли сотрудники судоремонтного завода «Южный Севастополь». Говорят, правительство Севастополя лишило десятки горожан рабочих мест. Деятельность предприятия полностью блокирована. В заявке на проведение митинга организаторы написали, что, цитата, «депутатов не волнует, что многие мелкие предприниматели уже разорены без предоставления им компенсационных мест». Конец цитаты. Вот только при чем здесь законодательное собрание? Директор департамента по имущественным земельным отношениям правительства Севастополя Рустем Зайнулин накануне заявил журналистам, что имущество, которое было сдано в аренду предприятию «Южный Севастополь», согласно решению суда, подлежит передаче в государственную собственность. Знаете, вот я даже пропагандистов с каналов типа «Россия» понять могу иной раз. Эти хотя бы, когда врут, так врут, во-первых, за большие деньги, а во-вторых, врут-то о том, о чем понятия не имеют, о том, что находятся где-то далеко. Они ведь в Москве, а какой-нибудь автогаз, которых, с их слов, процветает и в Нижнем. И кто с них спросит после за их лживые репортажи? Да и при охране сказочники-то, а вот эта вот девочка-корреспондент, она ведь гадит на своих и среди своих. Сколько народу в том Севастополе живет, как она в глаза людям будет смотреть, да и ради чего старается, не думая, что ее зарплата больше 30 тыр. Гайдаровский мальчиш плохиш, и тот бочку варенья и корзину печенья за предательство попросил, то есть дороже продался, мне больше нечего сказать, господа. Ну, разве что, как обычно, славься, страна, мы гордимся. И это была реальная журналистика, сегодня вот так. Ищите нас в Ютьюбе, ссылка наверху, там больше гимнастики для ума. Заходите, просвещайтесь, подписку оформить не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть что почитать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим все. За сим спешу откланяться, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok